Продолжаем нашу конференцию, продолжаем презентацию с механизмом привлечения природы инвестиций в социальские регионы. Продолжая темы, которые присутствовали в рамках инвестиций, мы снимаем географию первого вопроса. Александр Юрьевич, говорилось о том, что варга на инвестиции, это, в общем-то, стимулирующая вера с точки зрения эффектов для нашей экономики. Как, на Ваш взгляд, этот процесс на ПК в Вашей области, это, скорее, стимул, нет? Получится ли вы от этого какой-то навар? Да, если можно, отключите микрофон от Красного. Александр Юрьевич, представитель правительства Ростовской области. Действительно, Крым считает, что наша не большая область, это, в принципе, очень область сельскохозяйственная. Безусловно, это так, но я хочу сказать, что в нашей области представлен весь спектр промышленного производства, начиная от машиностроения, металлогии, приборостроения, точной электроники и многое другое. На самом деле, ответ по АПК достаточно очевиден, потому что, например, по урожаю этого года наша Ростовская область ведет свои воды, но мы здесь в этом плане не эксклюзивны, насколько я знаю, что и соседние аграрные субъекты Российской Федерации тоже могут похвастаться достаточно хорошими результатами в плане урожая. Я сегодня хотел сказать о неком небольшом опыте как раз в развитии нашего промышленного производства, то есть что мы делаем на данный момент. У нас, безусловно, как и в других субъектах Центрального федерального округа, есть и свой индустриальный парк. Один пока называется «Зеленая роща». Это 140,5 гектаров земли, где у нас уже находятся 4 резидента. На первой части нашего совещания говорилось с стороны моих коллег при среде Липецкой области, Парушской области, Московской области. О тех инструментах, которые дает правительство субъекта. Это и ослабление по налогам, это и другие референции. То есть мы это тоже, безусловно, все практикуем. Более того, в ближайшие 5 лет мы планируем открыть еще 10 индустриальных парков. По этому пути мы идем. К нам, несмотря на всю сложную внешнеполитическую обстановку, заходят инвесторы зарубежные. Так же, как было, скажем, это и европейские инвесторы, это и немецкие, и австрийские, и китайцы. Не так давно посетила индонезийская делегация в нашей области. И намечающийся тренд как раз привлекательности инвесторов к нашей области – это в том числе и промышленная, промышленность в нашей области. Мы пошли по пути развития этого блока промышленного заключения соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, научно-техническом сотрудничестве с лидерами субъектов Российской Федерации, которые были показаны на вашем рейтинге. В частности, не так давно на сочинском международном экономическом форуме мы заключили первое серьезное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве со Свердловской областью. То есть, как бы, ну и в рейтинге, которые были показаны в начале, данный субъект, он в лидерах. Это область, где более двух тысяч промышленных предприятий располагается, естественно, по бюджету, по товарообороту в лидерах на четверки-пятерки субъектов Российской Федерации. Мы уже заключили со Свердловчанами почти на миллиард рублей фьючерсных соглашений. То есть, для нашей области это существенно. Очень белой завистью было слышать цифры, которые нам рассказывал в первой части краснодарский коллега, когда, несмотря на то, что Олимпиада уже, в общем-то, на заги, планируется порядка 800 миллиардов рублей инвестиций в них. Ну, у нас, например, в следующем году мы планируем инвестиции довести до 100 миллиардов рублей. По итогам 2014 года планируем, что инвестиции в наш регион составят порядка 50 миллиардов. Вот, собственно говоря, мы пока идем по такому пути. То есть, мы планируем опираться на федеральные округа, то есть которых у нас сейчас 9, и в каждом из федерального округа выбрать один субъект лидера, который максимально интересен для нашего орловского бизнеса. И два раза в год на самых престижнейших экономических площадках нашей страны, это в Санкт-Петербургском экономическом форуме и в Сочинском экономическом форуме заключают данные договора о сотрудничестве, и в этом направлении убьются. Да, спасибо. Но вот, Сычку, возвращаясь к началу, вопрос о дебаргане на продукты. Это большая перебавка для вас или нет, это оказалось? Я на самом деле скажу, что ощутимо мы увидели, кстати, результаты, потому что нашу продукцию стали покупать лучше. То есть, я вообще говорю, что рекордный 2014-й год нашел как раз по интернет-ресепту РАПК. Спасибо. Следующий вопрос хочу обратить к клиенту Неполовной Адаревой. Вера, без стратегических инициатив уже несколько лет реализованы проекты для объединения стандартных массивов. И в этих стандартах довольно много совершенно справедливо правильных требований к регионам. Но, с другой стороны, вот наше исследование, которое мы проводили осенью этого года, показывает, что у инвесторов очень плохо на целях таких вещей. Это заключение, это мерки, скорость получения отлучительной рекомендации, эффективность финансовых приемов. Эти поддержки могут быть отбук для инвесторов. Как-то вы можете, с одной стороны, прокомментировать, ну, на ваш взгляд, успешность в своем проекте объединения стандарта, а с другой стороны, почему, несмотря на объединение стандарта, болячки пока еще изменились? — Добрый день. Спасибо за вопрос. На самом деле, мы не делали один проект, мы не участвуем в климате, и они как-то, наверное, сегментированы, исходя из, скажем, болячки. Первый — это, собственно говоря, региональный инвестиционный стандарт, и здесь вот присутствуют представители региональных комплексов власти. Я могу сказать, что у него, скажем так, это создание системы институтов, которые позволяют привлекать инвесторов и поддерживать собственные бизнесы. Это комборация развития, это инвестиционная стратегия, это инвестиционный совет, ну, и, соответственно, эффективность деятельности этих институтов. Что касается регуляторики, то второй наш проект просто нацелен на решение проблем связанных со всеми блоками, которые так или иначе реализуют инвестиционные стандарт. Этот проект называется «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата», и его основная задача не просто отранжировать регионы, его задача — любить лучшие практики. Я согласна абсолютно с тем, что Вы сказали по поводу невысоких оценок, связанных с подключением с сетей. Я скажу больше — получение разрешения строительства. Наш рейтинг, как я все время шучу, еще выявила две традиционные российские проблемы — это качество дорожной системы и отсутствие персонала. Да, я реально, без шуток, самые низкие оценки предпринимателей по этим двум направлениям. Но, тем не менее, по итогам национального рейтинга, по итогам пилотной апробации мы сформировали в форме лучших практик. Я абсолютно согласна с тем, что разрыв в регионах, например, по такому показателю получение разрешения строительства составляет 501. 41 деньги в регионе видели, и 541 в регионе с высоким потенциалом роста, на своем ОВД. То есть, у него возможности расти достаточно много. Вот присутствуют здесь коллеги из Липецкой области. Мы вообще там сделали такую лайт-версию национального рейтинга. На одной из встреч бизнес-ассоциаций в Липецкой области мы просто задали все эти вопросы, те, которые входили в национальный рейтинг, присутствующим там предпринимателям. В общем, тоже определенная оценка была сделана. Но я могу сказать, что мы сейчас запустили системную работу по улучшению именно вот этих аспектов реквелторики. Прежде всего, прошли у нас образовательные мероприятия, в которых приняли участие все субъекты, все 85. И надеюсь, что в каждом регионе будет сформирована проектная команда, которая действительно будет нацелена на изменения. Но ключевое, что я бы, наверное, хотела сказать, что все зависит от людей. Мы можем остановить любыми лучшими практиками, но при всем при этом вопрос исполнения, он остается. Остается и вопрос взаимодействия региональных органов власти, территориальных управлений, федеральных органов власти и субъектов, естественно, по набору. И, условно, здесь мы максимально помогаем субъектам, максимально взаимодействуем на федеральном уровне и с представителями Россетей, и с представителями федеральных органов власти, чтобы у нас федеральная регулиторика в этой части была максимально консорной. А уже от региональных органов, да, я в широком смысле здесь имею в виду, и не забываем о муниципалитете, от них зависит, собственно говоря, как это в конкретном населенном пункте, на конкретной территории будет реализовываться. Вкратце, наверное, так. Андрей Викторович, вы упоминали ваш регион, можете как-то сформулировать главное, что вы получили результаты в участии в районе? Ваши не пилотные апробации, это был лайк такой вопрос, но... Вопрос понятен. Первое, ведь здесь получилась такая, по сути дела, эволюция проекта. Сначала это стандарт, который какие-то азы позволил внедрить регионам, естественно, тем, кто хотел. И потом после стандарта национальный рейтинг, который будет подводиться по нему, насколько я понимаю, президент Мансиенов подведения на питерском экономическом форте. Вот... Сам ко всех... Всегда стараюсь критически относиться к любым рейтингам, но... Тем не менее, вот этот рейтинг, он по названию рейтинг, но он больше не рейтинг, он на самом деле, я бы сказал, назвал его методикой. Основная задача его – продлижаться по цепочке вместе с предпринимателем. Вот что мы сделали. Продлижались по каждому вопросу. То есть, 50 показателей, первое – включение сетям. Вы вытащили весь список документов, которые должны здесь быть. Продлижались по всей цепочке. Потом – получение разрешения строительства. Продлижались по всей цепочке. Мы приглашали как? Предпринимателей, федеральные органы исполнительной власти и сами сидели. То есть, не стали, так сказать, вы знаете, все вопросы вместе на одном. Вот деньги посвятили, так сказать, решили проблему обращения. А во-первых… Просто в вашем предпринимателе в нашем вопросе ответили бы, что этот проблему нет. Потому что в среднем по 7 регионам в вашем предпринимателе поставили 2 балла. Проблемы только, так сказать, те, кто больше одни занимается ничем, Те, кто занимается проблемами всегда есть. Но нам что? И примечательного для других может быть какого-то. Мы когда побежали по цепочке, посмотрели, что действительно есть возможность сократить многие процедуры. Реально. Я привожу простой пример. У нас вот правило документа оборота предполагает ответ в течение 30 дней. Выяснилось, что новым распорядительным документом, собственно говоря, из этого хорошего посыла и были сделаны. Ответ, допустим, муниципалитета. Никто не хотел именно тянуть время. Наверняка и многие быстрее отвечают. Но все-таки такого документа, который бы регламентировал ответить человеку или компании за 2-3 дня, такого нет. Поэтому такие простые решения, они, собственно говоря, позволяют действительно реально сильно сократить цепочки. И вот как бы в любом деле всегда старались какие-то выяснить практические моменты. Я думаю, что те регионы, которые к национальному рейтингу подойдут именно с такой практической точки зрения, пробежать по цепочке, посмотреть, сколько это занимает инвестор и почему он дороже. То есть те, естественно, будут плюсики. Если кто-то будет на них потом обижаться, то, наверное, будут грязь. Максим Владимирович Кисельник. Максим Владимирович, вы наверняка тоже не были в стране объединения стандарта ОСИ. Можете ли это как-то рефимировать свой опыт? И вы, соответственно, опыт участия в рейтинге? Спасибо, Дмитрий Эдуардович. Я с удовольствием подытожу наш опыт. Опыт, в принципе, заключается у нас в следующем. Мы, действительно, среди единственного пилотного региона в инициативном порядке, причем, предложили свое участие в пилотном национальном рейтинге, который проходил в первый план 2014 года, результаты которого были на ПЭКе опубликованы. И получили по нему результаты, которых, наверное, и можно было ожидать. И сейчас я расскажу, что мы с этими результатами, собственно, решили делать. Что мы, в общем-то, и так планировали делать, но просто начали это делать гораздо более активно. Выявили мы следующую вещь. Я не буду сейчас конкретные позиции называть в рейтинге, в рейтинге, который мы заняли. Мы выявили, что по тем вопросам, которые лежат полностью в зоне ответственности органов власти, субъекта, региональной власти, законодательству поддержки инвесторов, институты поддержки бизнеса, мы получили достаточно высокие позиции. В то же время по тем направлениям, которые требуют активного взаимодействия в уровне власти в органах местного самоуправления и в территориальных органах федеральных органов власти, мы во многих случаях обнаружили не столь радужную картину. И здесь мы работаем по двум направлениям. Про одно из которых хочу отдельно рассказать, потому что это один из первых по стране опытов уже реально внедряемого муниципального стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению приятного инвестиционного климата именно на уровне муниципальных образований. У нас эта работа была запланирована еще в 2012 году, когда мы с агентством технических консертий подписывали соглашение о внедрении стандарта регионального. Мы сразу же себе в дорожную карту записали 16 пункт, которого, наверное, у кого больше дорожной карты не было, что мы совместно с агентством разработали стандарты для муниципалов и его внедрили. Причем вопросы, как Вы прекрасно понимаете, которые на муниципальном уровне, они очень сильно решаются. Они иногда даже в большей степени влияют на инвестиционный климат, чем вопросы, решаемые на региональном уровне, особенно в части территориального планирования, в части выдачи разрешения на строительство и на год в эксплуатацию. Поэтому пункты, которые у нас в стандарте муниципальном содержатся, принципиально другое содержание имеют. Их всего восемь. Тоже сделано для того, чтобы не было каких-то избыточных формальных... А можно назову, вы оставили из них? Да, я назову, наверное, норму. Просто назову, но избавательно. На первое место я всегда, когда про этот стандарт рассказываю, я ставлю оказание тех самых муниципальных услуг, которые я сейчас перечислял, по принципу одного окна, то есть через многофункциональный центр. Это выдача градбара в земельных участках, это выдача разрешения на строительство, выдача разрешения на год в эксплуатацию. Считаем абсолютно принципиальным моментом то, чтобы эти процессы были максимально стандартизированы и формализованы, и когда происходит передача в том, что они могут оказать такого рода услугу УФЦ, хочешь не хочешь, но регламентируешь все до последней точечки и добьешься того, чтобы в разных муниципалитетах не были принципиально отличающиеся правила игры, что, к сожалению, мы наблюдали до сих пор, потому что стандартам сейчас только в пилотных трех районах не дает. Это практически исключает общение заявителя с чиновниками, что, по понятным причинам, неплохо для заявителя. И, в общем, такие вот абсолютно жесткие правила игры создает. Сдал документы, либо получил их установленный срок, либо получил мотивированный, непонятный отказ без каких-то намеков и, значит, полный намеков. И, как я уже сказал, мы сейчас в трех муниципальных районах этот стандарт внедряем. Что нам в значительной степени поможет, это также то, что мы, воспользовавшись теми изменениями, которые летом были внесены в 131-й федеральный закон в части разграничения полномочий, мы воспользовались правом субъекта, приняли региональный закон, который с 1 января 2015 года полномочия в области град деятельности, а также полномочия в области выдачи разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию по тем объектам, которые требуют подхождения экспертизы. Эти полномочия забираем на региональный уровень. Дальше система у нас будет работать следующим образом. Заявитель в любом случае сможет по нему попадавать в МВЦ. А дальше, в зависимости от вида объекта, документы будут попадать либо к муниципалам, либо для обработки уже на уровне региона. Для того, чтобы муниципаловскую работу лучше выполняли, мы также в стандартном случае смотрим на такой пункт, так как обязательное обучение соответствующих чиновников муниципальных тем вопросам, которым приходится работать с инвесторами, потому что, к сожалению, и последующую аттестацию обязательно этих сотрудников. К сожалению, мы обнаружили, когда начали глубоко грузились в эту историю, обнаружили, что, например, муниципальные чиновники имеют свойства, что, несмотря на присутствующий в пакете документов заключение экспертизы государственной по соответствии проекта требований всем необходимым, имеют свойство почему-то открывать этот проект, начинать его читать и начинать советовать заявителю, что там в данном проекте сделано не так. От этих всех вещей мы, принципиально, хотели бы уйти, работать по максимуму конвейерным методам, по максимуму ходить в таком предыдущем управлении, про которое, к сожалению, зачастую наши коллеги из других регионов, до сих пор очень часто говорят о том, что все начинает работать, только когда губернатор про конкретный проект скажет, что это важный и нужный проект. Наша идея состоит в том, чтобы довести все процессы до такого уровня системности, чтобы независимо от каких-то поступивших или не поступивших указаний по конкретному проекту, по нему одинаково усердно и системно велась работа. Вот это в части того, как с муниципалитетом мы будем работать. По поводу ручного и неручного управления я бы, конечно, поспорил, хотя, наверное, лучше это сделать где-то отдельно, потому что мое личное убеждение, что инвестиции – это все-таки такой интимный процесс, в котором без ручного управления не обратится никак. Да, условия нужны, если даже не ускорить не будет, но мы еще нужны человека, который работает с инвестором. Ну, по крайней мере, вообще… Абсолютно точно. Наша, просто, Дмитрий Галович, логика состоит в том, чтобы этот человек, понятно, он понимает приоритеты региона, понятно, что люди, в конце концов, работают с инвестором люди. Но хотелось бы, чтобы все инвесторы получали одинаковые возможности, чтобы не возникало почему-то предпочтений, оправданному или неоправданному, не возникало. Потому что история стоит в том, что в ручном режиме, в ручном режиме, особенно первое лицо региона, то, может быть, там, не знаю, одновременно ориентироваться трех-четырех-пяти проектов. И понятно, что у нас на территории Ленинградской области такие проекты тоже есть, прямо скажем, крупные инфеструктурные проекты, монополистов федеральных и известных всем. Но когда количество сопровождаемых проектов, там, счет идет на сотни, физически невозможно каждому представить индивидуального менеджера, который там его будет действительно носить на руках. Должна быть система, которая передает его правильным образом по статям. Наш подход. Хорошо. Давайте отложим эту дискуссию чуть попозже. У меня есть договоры для него, но это не вписывается в тему нашей дискуссии. Я вот хотел обратиться к Вере Николаевне и Вере Николаевне. Как IC оценивает результат разработки муниципальных стандартов и в какой мере она будет или уже участвует в этом? Спасибо. Ну, на самом деле это, наверное, появилось раньше, чем региональный стандарт запрос на то, чтобы сделать какое-то предложение для муниципалитетов, чтобы как-то, в общем-то, устаканить взаимоотношения. Большая часть как раз коллег из региональных органов власти, ну, не буду скрывать, даже критиковали работу органов местного самоуправления, главы администрации. Мы его все прекрасно знаем о том, что у нас в целом ряде субъектов взаимоотношения между губернатором и муниципалитетом, ведущими, например, да, они достаточно сложные. Но сразу надо сказать, что наша задача не столько какие-то политические вопросы решать, сколько действительно обеспечивать то, что инвесторы и предприниматели чувствуют себя комфортно и в регионе, и в муниципалитете. Поэтому для того, чтобы обеспечить хотя бы определенную минимальную стабильность отношений, мы собрали совместно с коллегами Атмос муниципальных практик, его мы презентовали на недавно прошедшей конференции «Видомостей», готовые к тому, что он будет развиваться и пополняться. Он, конечно, более вариативный, чем региональный стандарт, он гораздо более гибкий, потому что муниципалитеты их гораздо больше, они обладают своими характеристиками, между ними дифференциация даже в рамках одного субъекта гораздо больше, чем дифференциация между субъектами Российской Федерации, но объективно. Поэтому здесь мы абсолютно открыты для диалога. У нас открыт до сих пор вопрос с механизмом внедрения, с механизмом оценки, потому что собрать, наверное, такие экспертные группы, как мы уже обрали до регионального стандарта, достаточно проблематично, а обратная связь от предпринимателей и все-таки тоже должна быть. Здесь мы тоже абсолютно открыты предложений, но практики уже есть, с ним можно ознакомиться на сайте ОПЕС. – Понятно. Когда я говорил о ручном управлении, я просто пытался сейчас осмыслить, как бы это сказать правильно. У нас есть маленький опыт предпринимательства в Германии. Там нет ручного управления, там хорошая немецкая бюрократия. Но при этом, как только возникает проблема, есть масса всевозможных ассоциаций, органов и так далее, через которые я могу решить, причем решить очень быстро и эффективно свою проблему. Возникла проблема с регистрацией, настучали постпреду. Возникла проблема с поиском аренды, есть местная ТПП. Возникла проблема с регулированием, есть сообщество при регуляторе. Соответственно, везде есть какие-то сообщества, которые очень быстро войти, там очень маленький такой входной ценз и решить свою проблему. У нас вот этих сообществ нет, их предстоит еще, видимо, как-то формировать. Как раз Вера Николаевна сказала, что очень маленькое экспертное сообщество, в муниципалитетах это вообще неправильно. Это говорит о том, что она не маленькая, она просто неактивна, она сидит в подполье и его не видно. Продолжая нашу дискуссию, хочу обратиться к Павлу Николаевичу Шинскому, который представляет франко-российскую ТПП. Павлата. Вот когда мы проводили исследование, один французский инвестор, он, видимо, решил забрать территорию у немцев и сказал, что это французы придумали бюрократию, а русские решили ее усовершенствовать. Вот, соответственно, хотелось бы понять, чем может годиться Павлата, что может поставить большую услугу в плане, ну, не борьбы, не хочу я этого слова использовать, но взаимодействия с Павлата. Слова принадлежат, на самом деле, не французскому предпринимателю, а президенту нашей Павлаты на встрече с Владимиром Владимировичем. Владимир Владимирович от души тогда рассмеялся и сказал, что сообщество, Евросоюз пошло еще дальше в завершенствовании. И на самом деле очень рад, что Вы задали этот вопрос, потому что это прямое продолжение этой беседы по поводу ручного управления, это, ну, я не знаю, может быть, не кипело. Я до сих пор не понимаю, почему бытует вот этот миф, что губернатор, в принципе, глава исполнительной власти, имеет полномочия для того, чтобы сопровождать инвесторов. И насколько даже раздача его личного сотового телефона, как и делать несколько глав субъектов, обеспечивать его обыд не было. Я просто сталкивался с неоднократными ситуациями, когда при обращении напрямую к главе исполнительной власти и тут вводил руками, говорил, идите с этим вопросом, про технадзор ли это здесь при чем? Не я их назначал, не мне их увольнять. И то, что мы делаем, на самом деле, мне кажется, что эта информация, она нужная, потому что она не отражается ни в рейтингах, ни в списках. И мы работаем и с ОСИ, и с РСПП, и с ТППРФ, и с Деловой России, с ОПОРой, еще, наверное, полдюжины можно назвать, организацией, которой каждый со своей стороны старается дать хотя бы какое-то понимание этой сложной ситуации, которая существует во всех наших регионах. Мы создали аналитический центр, который ставит перед собой задачу дать понимание того ручного управления, без которого, к сожалению, у нас посиди ничего не работает. Есть регионы, в которые входить инвестору гораздо проще через Российское географическое общество, или через Российскую православную церковь, или через Следственный комитет, или через прокуратуру. Это показывает опыт. Такие инстанции являются гораздо более эффективными. Я говорю так, как оно есть, извините, коллеги, но я думаю, что время экономичное, в котором мы сейчас находимся, требует хотя бы какое-то время от времени искренности, не только. Герман Оскарович должен быть это право разрешено, и хотим это делать очень ярко и, мне кажется, полезно. Основная проблема в ручном управлении это то, что несколько ручных управляющих, и понимание взаимодействия между федеральным, областным и муниципальным уровнем власти, оно фундаментальное для любого инвестиционного захода. К сожалению, вот эти вещи не отражаются ни в одних аспектах и показателях. Поэтому мы стараемся для начала давать понимание, насколько каждая экосистема работает, и как делать так, чтобы не застрять между двумя людьми, которые каждый претендует на то, чтобы сопровождение инвесторов зависело исключительно от него. Затем мы продолжаем регулярно ездить в регионы. Только что вернулись из Новосибирска. Через три дня мы с послом, с делегацией предприятия отправляемся в Казань. Хотя время, наверное, не совсем такое благоприятное для того, чтобы говорить о новых инвестициях. Франция действительно в 2008 году, поэтому я все-таки оптимистично настроен во время предыдущего кризиса, принялась в рейтинге инвесторов. Сейчас она занимает за Германией второе место среди иностранных инвесторов в России. И она является также первым иностранным работодателем. Мне кажется, что все проекты, которые сейчас имеют социальную составляющую, о Франции, действительно, в таких сферах, как IT, как ЖКХ, как фармоотрасль, является лидирующей страной. Поэтому любой проект, который действительно может помочь не только повысить рейтинг того или иного региона в привлечение инвесторов, но также оказать благоприятное действие на жизнь данного региона, оно, мне кажется, сейчас востребовано, и, по крайней мере, со всех сторон мы сейчас имеем очень мощную поддержку, как от федерального центра, так как многих рейтинг, которые я перечислил. Еще раз хотел поблагодарить ОСИ, потому что эти инициативы, которые они разрабатывают, они действительно очень помогают, и, по крайней мере, дают некую виртуальную идеальную картину того, как это может быть и когда-то будет. Ну, наше дело ускорить приход этого красного зиящего ключа. Спасибо большое. Да, не могу не обратиться к доктору Рольфу Эльпштейну. Скажите, вот, представляете Россию, германскую палату, да, вот, я, честно говоря, думаю, что Германия родина в бюрократии, и вам имеете больше опыта, каким образом вы с ней пройдете и надеяться. Вот, вот, можете что-то добавить по поводу степеночков в вашей палатине? Я не собираюсь включить этот спорт, топьеры, яйцо и курица. Я знаю, что с бюрократией воюем во всем мире. Это не только характерно для России, или не только характерно для Германии. Я думаю, прежде всего должен победить трезвый предпринимательский дух. И я думаю, в любом случае это трезвый предпринимательский дух. инициатива предпринимателя. Никто не останавливал, ни одна бюрократия. Сейчас очень модно смотреть в прошлое, в славные итоги и победы прошлого. Сименс в России уже 161 год. И 161 год тому назад молодой Халфрен Сименс, ему было тогда 22 года, приехал после неудачного развития компании Сименс в Россию. Приехал и предлагал телеграфную линию. То есть тогда, это вы можете не представить сейчас, а тогда господствовала еще система Морзе на передаче данных. А он предлагал телеграфную линию. И получил заказ, да, построите такую линию, если вы верите в инновационном продукте, построите нам такую линию между Москвой и Питером. Выделили определенную сумму деньги, он выполнил этот заказ, он выполнил его в срок и за выделенные деньги. И с тех пор Сименс развивался достаточно быстро и эффективно в России. То есть не надо бояться. Даже 161 год тому назад, когда царское правительство было, предпринимательский дух господствовал и, я думаю, победоносно развивался. Сименс успешно, лучше, чем Сименс в Германии, лучше, чем Сименс в Англии, где два остальных брата Бельгем и Гена работали. И, к сожалению, и тут тоже сходство в политике, из политических турбулентностей перед Первой мировой и в начале Первой мировой войны, царское правительство национализировало компанию Сименс. И тогда было сначала немножко вероятно. То есть и тогда политика влияла на бурное развитие техники, на инновационный путь и немножко тормозило этот процесс. Вот поэтому я говорю, не надо бояться бюрократии, надо просто воевать, в смысле слова, и учредить то, что имеется именно как-то принимать. Мы это продолжаем. Мы не смотрим сейчас, кто лучше или как хорошо. У нас есть критерии для выбора региона. Два основных критерий. Две основные критерии. Это первые критерии. Есть на данном регионе необходимые квадагентные специалисты для организации высококачественной работы. Первое. Специалистов-то не хватает. И мы смотрим, где есть похожие продукции, где можно брать основу этих навыков для учреждения высококвалифицированной, высококачественной инновационной продукции. И второе. Какие транспортные пути? Как этот продукт или компонент большому продукту довести до финального монтажа, до финальной продукции или до клиента, который это принимает? Сапсан в своем отрасли является символом инновационного пути развития. Он изготовлен пока был в Германии, но мы уже создали все возможности здесь и имеем больше 150 поставщиков, которые в состоянии нам комплектующий для этого поезда производить. И этот поезд потом проводить в Свердловской области. То есть, понимаете, этот процесс такой, который должен быть взаимовыгодным, и который должен обеспечивать прежде всего качество продукции и в свое время доставку куда-то. – А не помните, кто заказал Свердлов не ЭЖД? – Я точно знаю, что ЭЖД не заказывали, это была царская железная дорога. – Я просто подумал, может быть, еще с тех пор. Но это шутка. Вопрос к Вячеславу Михайловичу Романову. Вот это упоминалось уже несколько раз о лучших практиках, об области о лучших практиках и так далее. Я знаю, что Тульский область участвовала в крупном национальном рейтинге. И, соответственно, для себя, что вы смогли привести или не привести копилку лучших практик, его взяли для себя. То есть, соответственно, полезность – это лучшую практику для вас, как практикующего бюрократа. Я говорю, бюрократ в хорошем смысле. Я не учитель, я говорю, что бюрократ – это хорошо. Бюрократ – это человек, который действует по правилам. А чиновник, который все динамит, он тогда сюда прикрывает бардак. – Спасибо. Добрый день, коллеги. Ну, и несколько таких бюрократных примарок. Вот здесь прозвучали фразы о борьбе с бюрократией, по сути, с нами. И мы здесь не для того собрались, чтобы воевать, друг с другом мы с бизнесом должны стать партнерами, а не упражнующими сторонами. И, по своему мнению, это буквально короткая ремарка, если вы ищите регион, исходя из таких показателей, как наличие кадров и логистики, ну, лучше то в том, чтобы его не найдете. – На рекламной заходе вашего слова. – Да, это буквально, коротко. Нужно использовать те вот лучшие практики, которые были наработаны в рамках плотно-напроглации. Мы действительно в инициативном порядке, как у всех входящих поезд, и в числе плотно-напроглационного участия, и стали шестыми. Там вот пять было лидеров, мы стали шестыми, и нам было в какой-то степени обидно и досадно, потому что, я понимаю, многое сделано. Но это не было для нас самоцелью – именно войти в тройку и стать лидерами. Мы, конечно, захотели войти в пилот, чтобы понять, как, собственно, у нас обстоит ситуация в желатом смысле с индустриционным климатом. Вот это участие пилотное позволило нам такой срез сделать. И мы увидели себя где-то в числе лучших. Вот здесь говорили плохо о включении электричества, мы там оказались одним из лидеров, и эта практика вошла в библиотеку федеральных лучших практик. Но в то же время и увидели точки роста, где нам ещё предстоит прибавить. И это как была своевременная, скажем так, практика, которая нам позволила переориентировать какие-то проблемческие процессы, по-другому подошли к выстраиванию стратегий в тех или иных сферах. И надеемся, что это принесёт результат. Вот мы говорим о лучших практиках, о тех формах и методах, которые могут регионы использовать для привлечения инвесторов, но по сути-то эти практики, механизмы меры поддержки, они всем нам нужны. Очень хорошо известны. Мы говорим о ручном управлении. Это не хорошо, это не плохо. Наверное, здесь мы слышим, что это не всегда хорошо. И наличие в доступной среде сотового телефона губернатора не решает проблем. Это не решает само по себе, в качестве, наверное, как одного из средств. Но в совокупности, наверное, лучше иметь сотовый телефонный выход напрямую на губернатора, нежели не иметь этого. Вот мы это реализовывали в рамках инвестиционного стандарта, а это один из пунктов открытости власти для бизнеса. Как оценить бизнес в целом, оценивать эту положительную практику? Здесь еще вопрос заключается в том, как регионы, как команды регионов относятся к внедрению этих практик. И вот результаты будут там, где не будет формализма. Потому что все можно выполнить на команде отчитаться, какая у нас отличная нормативная база, таким образом созданы прекрасные институты, но они не будут работать. Поэтому в Тузской области мы не пошли по пути, естественно, формальному, мы пошли по пути реальному, отталкиваясь от тех целей и задач, которые мы для себя стратегически определили, и посредством тех механизмов, которые в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта, в рамках пилотной акробации национального рейтинга стали внедрять. Действительно, мы создали команду, создали проектный офис, который занимается этими всеми вещами. Мы сделали кофельные рабочие группы по направлениям, которые повлекли и региональные органы власти федеральные, и муниципалитеты, и представители бизнес-овъединений, просто неравнодушных активных бизнесменов. Это тоже, кстати, непросто сделать, потому что здесь несколько проблем. Столкнулись с тем, что бизнес малоинформирован о том, что мы делаем, какие уже сейчас есть формы поддержки, продвижения. Второй – бизнес смотрит на власти высоким недоверием, потому что он вспоминает времена, когда они что-то инициировали, предлагали, это не нашло в руки власти, и они уже отчаялись, собственно, с какими-то предложениями выходить. И потом с сомнением с некоторыми сейчас смотрят, а что это за новая практика, а действительно ли это приведет к улучшению ситуации в бизнес-среде. И вот приходится с такими проблемами сталкиваться и объяснять бизнесу. Бизнес начинает понимать, что да, наверное, это какая-то серьезная история сейчас начинается, и действительно вас как-то заинтересованы, тем более мы власти по сути оцениваем бизнес, видим, что это национальный рынок, по сути, оценка бизнеса. И здесь власть имеет ограниченный ресурс, повлияет на эту оценку. Эти рабочие группы по направлениям рассматривают конкретные проблемы, и уже с учетом этих предложений, с учетом предложений с той стороны, мы формируем движение, надеюсь, что в правильном направлении. И это движение вылилось в некий обучение, поменяли регламенты, само по себе это не сработает. Должен быть, достигнуть эффект от этих мероприятий в виде каких-то достижений конкретных задач. И мы ставим перед собой достаточно серьезные и серьезные планы. Мы активно, скажем так, совершенствуем свое законодательство, все поддержки инвесторов. Мы сейчас реформатируем работу, активизируем работу корпорации, созданной. Мы развиваемся инфраструктурной формой поддержки на нашем молодом проекте по созданию инвесторов всего два года. Но, тем не менее, мы считаем, что добились каких-то серьезных результатов. И у нас сел инвесторный парк «Якорь» на компании «Брэйтволл», и мы с ними сейчас находимся в процессе реализации наших соглашений. Поэтому, хочу сказать, что все эти практики, они работают. Главное, как подойти к их реализации, и тогда они смогли действительно… Вдогонку, вот, там по всему сказанному, вы перечисляли, что у вас есть и европейские инвесторы, и китайские. Вот есть какие-то принципиальные или заметные отличия в работе с инвесторами Европы и Азии? Этим занимается один и тот же человек. Ну, кроме того, что они, наверное, выглядят по-разному, мы считаем не всегда. На самом деле, мы не ставим никаких, вот если глобально говорить, отличий между инвесторами, тем более и по странам, и по другому делению, мы даже не ставим отличия между российскими и иностранными инвесторами, мы по одинаковой степени относимся и к тем и другим. Но если говорить в целом о инвестиционном рынке сегодняшнего дня, мы не знаем, что такие крупные... Ну, во-первых, те инвесторы европейские, которые у нас в регионе, они остались и планы по инвестиционному развитию сохранили, и мы готовы и, конечно, их поддерживать и оказывать различную помощь. Что касается приучения, ну, конечно, мы видим, что крупные западные компании взяли некую паузу. В то же время средний европейский бизнес, он в целом позитивно смотрит, ну, с определенными, конечно, гороками, на сотрудничество с Россией, с регионом. Да, но, в частности, мы не так давно были в рамках бизнес-тура в Милане, которое агентство проводило, провели там ряд переговоров с компаниями, и этот диалог после мероприятия с компанией продолжил. Компании, несколько компаний действительно заинтересованы в выходе на региональный рынок, и они предлагают конкретные планы по осуществлению, и мы будем, скажем дальше, вести переговоры. В то же время мы ощущаем интерес достаточно значительный к нам со стороны наших восточных партнеров, в том числе из Китая. У нас некий опыт уже появился, применение крупного китайского инвестра. Другие китайские инвестра, видя такой положительный пример, начнет интересоваться, и порядка полутора на десятка компаний у нас находятся сейчас в переговорном процессе, и такая идентификация этих переговорных процессов в последнее время отмечается. Спасибо. Следующий вопрос Сергею Борисовичу Соколову. Сергей Борисович, вы участвовали, насколько я помню, в прошлом нашем конгрессе, и там тогда говорили, что вы делаете упаковки для фарм-отрасли, фарм-отрасли поверили стагнации, но вы на себе стагнации пока не ощутили, вот с тех пор ситуация сильно-сильно поменялась, вот, соответственно, а, ощутили ли эту стагнацию, вы тогда говорили, что сырье для упаковок вывозите из-за убежал, но, например, сейчас все это дешевле сделать в России. Добрый день, Соколов Сергей, директор представительства группы «Шорт» в Российской Федерации. Мы локализовали производство в Международской области в 2011 году. Я согласен с доктором Эйнштейном, бояться в Россию уходить не следует. Но все-таки с опаской относиться надо. В плане в том, что, когда разрабатывается проект, надо постараться предусмотреть все неподводные камни, которые ожидают вас в России. А их много на сегодняшний день. В этом плане сроковый телефон губернатора все-таки плюс, скорее, чем минус. Действительно, стагнация фармотрасли, мы тогда говорили о том, что нас это не очень сильно беспокоит, но по итогам года тот период неопределенности, созданный правительством в плане тендеров, который продолжался с лета 2013 года по примерно лета 2014 года, он привел к тому, что мы наш месяц год закончили. Наши продажи не упали, но и роста не было. С чем это было связано? На какой-то период, недостаточный период, были приостановлены и заморожены все госзакупки. И фарморазводитель сидел в такой ситуации неопределенности, не понимал, что будет дальше. Производить, не производить под будущие тендеры. Все это, конечно, привело к спаду и в наших продажах, потому что мы непосредственно делимся на плане. С другой стороны, без лекарств существовать нельзя, и надо как-то компенсировать. И то, что было недопроизведено в прошлом году, это нужно сейчас производить. Другой вопрос, что произошла небольшая переориентация или пересмотр портфолио и переориентация на ЖНВЛ, жизненно необходимые лекарственные средства, потому что именно там прогнозируется существенный рост госзакупок на будущем. С другой стороны, сейчас сложились условия, очень хорошие условия для локального фармпроизводителя. И в этом плане это фарм-стратегия, это наш основной документ, который мы олигировали. Сегодня никто не отменял, несмотря на трудные времена. В этом плане мы говорим, конечно, про непросто замещение, учитывая политическую ситуацию сейчас в стране. И признаком хорошего самочувствия отрасли является то, что ни один инвестор проект BigFarm не был отменен и заморожен. все производители иностранные, которые сейчас пытаются локализовать или уже локализовали производство на территории Российской Федерации, они не отменяли своих планов на будущее, и ни один проект не пересматривался в плане развития. Поэтому для нас, переходя к второму вопросу, для нас в настоящий момент, учитывая отсутствие роста, мы смотрим на ситуацию, как ситуация будет развиваться дальше. Потому что, с одной стороны, мы, к сожалению, не стопоцентно локализируем на территории Российской Федерации. Мы зависим от сырья, как правильно вы сказали. Мы его завозим из Германии, покупаем за евро. И в этом плане, конечно, так себя чувствует бизнес. Бизнес себя чувствует очень просто. Я должен каждую неделю бегать к своим заказчикам с вопросом повышения цены в этом случае. Потому что вчера пусты 54, сегодня 68. В этой ситуации ничего не поделаешь, приходится повышать цены. С другой стороны, как перевести сырье в Россию, это сложно. Вот в этом-то и заключается. Дело в том, что наше сырье – это горсиликатная стеклотрубка. Это с химической точки зрения очень сложная проблема. И я думаю, что в дискуссии последних лет о локализации производства стекла здесь, в России, наверное, мы все-таки доставим. Это не связано с тем, что, наоборот, Россия – это очень хорошая физикатор. Мы столкнулись с тем, что мы очень хороший персонал, можем вынимать на наше производство. Но все-таки вот это высокотехнологичное производство стекла мы его, к сожалению, на следующем день локализовать не можем. С другой стороны, ситуация, как она будет развиваться, гринфилд мы все-таки не забудем. То есть расширение существующего производства. И в этом плане уже тот фактор, что наличие в регионе, скажем, цифровый аквартий в песках для стекла с синтепольным производством для нас уже не является определяющим. Поэтому при обсуждении гринфилд мы уже будем опираться на диалог с регионами. Я думаю, что близость к пластерам будет для нас скорее определяющим. Сегодня довольно часто упоминалось слово стратегия, разработка стратегии в ходе, насколько я понимаю, в стандарт оси. Соответственно, раз есть стратегия, а да, и также в этом сегодня говорилось слово промо-политики. Стратегия промо-политика говорит о том, что должны быть приоритеты и должно быть понимание, как эти приоритеты должны быть реализованы. Вот я хотел бы обратиться к участникам дискуссии. Ну вот сначала Максиму Владимировичу. Спасибо. Ну, стратегия, да, стратегия, которую стандарт подразумевает, это, собственно, инвестиционная стратегия региона, и у нас она была разработана еще в 2013 году. Основные направления, которые эта стратегия фиксирует и которые, наверное, сейчас особую важность приобретают, это те приоритетные направления развития промышленности, которые для себя, в данном случае, регион определяет. Потому что, так или иначе, создавая общий комфортный инвестиционный климат, универсальный для практически всех направлений промышленности, производства и других инвестиций, невозможно, ну так, если быть честным, невозможно угодить всем на свете. Мы прекрасно понимаем, что есть регионы, где никогда не расположить, там, не знаю, стабилитейное производство какое-нибудь очень серьезное. Ну, просто потому что нет для этого услуги. Поэтому основной задачей, которую мы перед собой видим, это выявление тех направлений развития, по которым уже есть, либо уже есть существенные успехи, просто требуется, так сказать, достраивать то, что уже есть, да, ну, либо те направления, по которым, может быть, существенных успехов еще нет, но есть интересный потенциал для развития. И здесь, в общем, ровно в этот самый момент всегда заходит, правильно делать, заходит разговор о кластерном подходе, о анализе того, что уже существует в данной местности, в данном регионе, в данной географии, и о том, как существующее производство, действующие в рамках некой единой направленности единого кластера. Много дискуссий идет о том, что есть кластер, что не есть кластер, и, так сказать, на эту тему много спорят. Но если просто даже оттолкнуться от того, что кластером является некая совокупность производственных, научных, образовательных учреждений определенной направленности, мы видим сейчас, как никогда, важную тему, я сейчас расскажу, как мы по ней работаем, именно в привлечении инвесторов и в помощи уже существующим предприятиям в оптимизации своей работы именно в таком кластерном разрезе. Мы для себя определили несколько направлений, они в стратегии отражены. Это не в порядке важности, перешли вопрос в порядке того, как Богу приходит. Это транспортно-логистический комплекс в Ленинградской области, уникальное абсолютно географическое положение, прямое выход на Балтийское море, две границы со странами Евросоюза, что сейчас может быть чуть-чуть менее актуальным, становится, но тем не менее полезно. Современные морские порты, в том числе порт-услуга с текущим грузооборотом порядка 70 миллионов тонн в год, превысил грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга еще в прошедшем году. Это кластер производства строительных материалов и отделочных материалов. Мы уже в данный момент свои собственные потребности закрываем на 90% по строиматериалу в основном. Это, конечно, очень актуально в современных условиях становится пищевка и переработка, сельское хозяйство и переработка продуктов сельского хозяйства. Химия и нефтехимия, опять же, связаны с логистическими возможностями и с исторически существующими на территории регионных предприятиями. Вот по этим и некоторым другим направлениям мы свою задачу сейчас видим в том, чтобы по каждому из них отдельно, не работая по какому-то общему ребенку, по каждому из направлений определить потребности, определить те незанятые ниши, которые на рынке существуют. Вот ровно в том ключе, про который сейчас коллега говорил, действительно очень многие, в том числе иностранные производители, за прошедшие 10-15 лет активно локализовали финальную стадию своего производства. То есть все сырье по факту импортируется, и на месте делается только окончательная сборка. Те же самые автомобильные производства, сколько не говорилось про локализацию, сколько не ставились цели, известные постановлением правительства, уже понятно, что эти цели, скорее всего, достигнуты не будут в колонной локализации. Просто не случилось по многим причинам, в том числе, наверное, потому что и по финансовым соображениям в такой же момент не было выведено. А сейчас это все приобретет новый итог, и мы на самом деле в этом видим во всех тех, уже упомянутых, неприятных событиях, которые у нас происходят, и с курсом валютным, и с другими вопросами санкций. На самом деле в этом есть определенный потенциал. Чем-то ситуация, вот мне все время напоминает ситуацию 1998 года, когда, если помните, мы сидели полностью на импортном продовольствии, в магазин приходишь, но там все было, там голландское, немецкое и так далее. Когда в течение недели выяснилось, что, ну тогда чуть-чуть другие были параметы изменения курса валютных, выяснилось, что мы это совсем себе уже не можем позволить, просто никак. за буквально два-три года у нас, мы, по крайней мере, на территории Санкт-Петербурга или Ингерской области могу сказать, что кластер производства пищевки полностью обновился, он вырос и зацвел. И, значит, ну вот хочется верить, что есть возможность. Всегда возвращаюсь к тому, что мы делаем. Мы провели уже вот в течение этого года исследовательскую работу, заказали по автомобильному кластеру, причем взяли не только предприятия Ленинградской области, но и города Санкт-Петербурга, где только четыре завода стоят, плюс завод «Форд», который интеллектуальный Ленинградской области, первый, кстати, автомобильный завод полного цикла иностранного производителя, размещенный в России. И, значит, определили, составили матрицу потребностей того, что кому не хватает в плане локализации. И мы сейчас имеем возможность предметно и точечно работать с инвесторами по конкретным направлениям и оперировать уже понятными объемами рынка, причем не в разрезе одного производителя, а в разрезе, ну, сразу всего кластера. Мы имеем полную картину. Аналогичные работы у нас уже запланированы, и средства будут заложены на 2015 год по некоторым из тех направлений, которые я только что перечислил. Все это, значит, все происходящее как никогда делает важной снова ту работу по инвестиционному климату, про который уже сегодня здесь говорилось, по обеспечению инфраструктуры, по созданию индустриальных парков, про которые тоже сегодня уже коллеги здесь говорили. И в этом направлении у нас определенные достижения есть. Во-первых, в отличие от многих других регионов, нам, надо сказать, повезло, потому что у нас процесс создания индустриальных парков достаточно интересен для того, чтобы и частные компании не занимались активно. В том числе вот коллеги из компании «Юит» здесь присутствуют сегодня, которые создали очень, значит, не хочу никакую рекламу делать, но, действительно, это площадка, на которую очень активно у нас инвесторы идут и не буду подробностей рассказывать. Очень важна инфраструктура для того, чтобы помочь активизировать ее развитие, приняли закон в этом году, который предоставляет определенные налоговые льготы и льготы по арендной плате на земельные участки именно точечно компания, которые создают индустриальные парки. Не резидентам, которые потом планируют садиться, потому что под это есть отдельный понятный закон по налоговым годам, а именно девелоперам, которые готовы индустриальные парки делать. Сейчас у нас такие компания производства есть. Но при этом сами на средства бюджета тоже сейчас один индустриальный парк делаем и один технологический парк крупнейший в России будет технопарк в сфере нанотехнологий, площадь 17 гектаров, там стройка начинается буквально на днях, там будет и готовый бизнес-оккубатор, там будут готовые производственные помещения, и будет, наверное, подготовленная земля. Спасибо. А вот я хотел бы задать вопросы моему имени доктору Рюкштина и Павлу Николаевичу, как представителям объединений больших объединений бизнеса, которые инвестируют в Россию. Вы, наверное, с ними постоянно беседуете, и вот многие из них, по вашим ощущениям, реально изучают стратегию регионов, лучше, чем при разрешении каких-то объединений. Как я уже сказал, мы изучаем возможность локализации определенных типов производства, не только собственные. У нас стратегия локализации производства с паркером. То есть мы ищем всегда, кто мог бы служить паркером данной продукции. Русский производитель, который уже имел навыки производства данной продукции. Это я имел в виду, изучают данные стратегии регионов. И я подумал, может быть, он не хочет локализовать автомобиль, а хочет заводить колодки. Нет смысла организовать продукцию высоко скоростного поезда в Краснотарском крае. Понимаете? Поэтому стратегия региона влияет, конечно, на применение решений. Но прежде всего мы должны посмотреть, существует данный кластер продукции в этом регионе. Это решающий вопрос именно для реальной экономики. Потому что это связано, я сказал, с транспортной возможности и это специалисты. И поэтому ищем паркера, который тоже был бы заинтересован именно в локализации, в организации своей продукции. И поэтому мы посмотрим прежде всего на существование и потом сравниваем, где наилучие возможности именно местного отдела России. Это очень много и очень разнообразные факторы. Это очень приятно. Павел Николаевич. У французского бизнеса, как всегда, немножко другой французский подход. Я достаточно быстро понял, мы поняли, что на самом деле потенциальный инвестор особо не вглядывается в тактику, стратегию и прочие дорожные карты региона. Он особо не прислушивается к агентствам инвестиций, к Минэку, даже к нам. Он прислушивается к своим коллегам, которые в данном регионе работают. Поэтому мы работаем с представителями региональной власти, стараемся надести на них, что, может быть, уже хватит организовывать не Декеев Монте-Карло, а Чуваши в Майами, назначить неких экономических послов в составе крупнейших якорных инвесторов в данном регионе и предоставить этим людям, инвесторам, собственно, возможность убеждать своих коллег по церкви в благоприятности местного инвестиционного климата. Мне кажется, это гораздо более эффективнее, ну, по крайней мере, с точки зрения французского бизнеса, чем разработка очень больших презентаций и их сопровождением в большом составе сотрудников по, в основном, тёплым и прибереженным городам мира. То есть, Ваша точка зрения, что коммуникация гораздо важнее, нежели документы, которые содержат видение региона? Нет, я хочу сказать, что важнее, чем что, важнее как. Можно в разные уста вкладывать ту же информацию, эффекты но совершенно разумные. Понятно. Ещё вопрос. Давайте я задам Вячеславу Михайловичу. Вячеслав Михайлович. Вот у Вас наверняка в стратегии написано что-нибудь по поводу развития станка строения, и Вы наверняка будете рады инвесторам, которые будут переходить в подобные проекты. Но так случается, что никто не приходит со станка строением, а приходит человек и говорит, что я хочу проводить там конкурс в области. Вот, соответственно, Ваше поведение, то есть, будут ли Вы как-то всё-таки вкладываться в поиски станка строителей, или, ну, раз пришёл, значит, пришёл? Я понимаю, что это не совсем корректное, но тем не менее. В общем, даже корректное, ну, во-первых, короткая реманка, потому что Вы раньше сказали, есть ли в стратегии развитие крыльководства, я думаю, что в стратегии всех субъектов есть развитие крыльководства, разводят крыльков все. На самом деле, конечно, стратегия – это документ для чего. Есть определённый набор сил и средств, в том числе финансово, которые регион готов потратить на привлечение и создание в том числе инвесторам в определенных сферах и областях. И, конечно, это эти сферы, они не одна, не два, не две, не три. Как правило, традиционные для этого регионов сферы, где он обладает соответствующим каждым ресурсом, потенциалом, необходимым для его средиевой базы, ну и так далее, и так далее. Да, могут в Туского области, это традиционно промышленный регион, потому что, если есть проблемы с локализацией старинитейного задума, то в Туского области таких проблем нет. И мы сейчас собираемся реализовывать, точнее, находимся в стадии реализации очень крупный инвестиционный проект по строительству старинитейного. Облица, которая у нас в нас в настоящее время реализуется, в планах проекта «Точинная Стали». Конечно же, регионы в первую очередь для себя такие ориентиры ставят. Но если к ним обратиться инвестор, скажем так, не профильная сфера, то от него, конечно, никто не подлежит как от Чумова, потому что в стратегии, видите, нет этой сферы. И если регион понимает, что он действительно готов предоставить этому инвестору необходимые качественные условия для размещения, и эффект от такого размещения будет соответствовать, собственно, по большому счету планам развития региона, то ничего в этом не то, что страшного нет. Конечно, регион пойдет на это. И сотрудничество с таким местом будет, наверное, плодотворно. Инвесторы, мы говорим, обращают или не обращают внимания, но кто-то не обращает, а кто-то потенциально выбирает себе регион, где промышленные или андропромышленные традиции достаточно высокоразвитые. Соответственно, есть подготовленный кадровый потенциал. Говоря о развитии станкостроения, мы сейчас очень активно этим занимаемся. У нас подписанные соглашения со Станкопромом, и мы станкостроительный кластер. Мы себе в регионе организуем, и мы и нашим, и нашим, и нашим, и нашим, и нашим строительный станкостроительный направленность. Так что вопросы технические мы себе тоже сохраним. Грузу, ну, с кушгрузой… Нет, но если уж то придет, то погонять не будем. На кролики нагрузки. Да, и есть рекорды, где там ездят в проекте, допустим, военностеревоучий, и технический, по-моему, допустим. Коллеги, мы приступили до завершения второй дискуссии. Кто-то хотел бы что-то добавить, высказаться, но, пусть мы что-то упустили. Если нет, тогда перерыв, и после которого мы тоже можем ответить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.